Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Матушка, за теплые и искренние слова, которые вы сказали, мудрые слова, правильные. И хотелось бы еще присовокупить к этим словам следующее. Как отдельный человек, так и целые общества, и страны, и народы проходят в жизни через испытания, через скорби, которые иногда берут у людей огромное количество сил, и физических, и духовных. Не все эти испытания заканчиваются добром, и из своей отечественной истории мы знаем, что многие из таких испытаний закончились и заканчивались трагедиями для народа и для страны. Для того, чтобы избежать этих трагедий, мы должны, во-первых, уповая на волю Божию, сильно молиться о стране нашей, о народе, о властях, воинстве. И эта молитва особым образом должна возноситься в наших святых обителях. Главный подвиг, который несут монашествующие, основное делание, есть молитва. Молитва за весь мир, молитва за Отечество свое, за Церковь свою, за тех, кто приходит в обитель, кто просит этих молитв, за самих себя. Сила молитвы способна по вере сдвигать горы. Для людей, неверующих и даже мало церковных, это непонятно. Но весь исторический духовный опыт Церкви учит, что молитва есть подлинная, реальная сила, способная изменять жизнь, способная совершать чудеса. А разве не чудом является изменение жизни человека? Коренное, радикальное изменение. Когда неверующий становится верующим, когда человек с легкостью грешивший, не сознававший в грех, вдруг его начинает осознавать и понимать, что дальше так жить невозможно, когда он силой молитвы сбрасывает семья это греховное бремя и обретает новые силы и новую жизнь. И то, что происходит в душе человека, может происходить и в душах многих. И чем больше людей переживают радость и силу молитвы, близость к Богу, тем светлее, ярче, добрее становится жизнь людей. Монастыри должны давать пример такой молитвы, и они ее дают. И не случайно в монастыри стекаются паломники, иногда преодолевая большие расстояния, вместе с монашествующими долго стоят и молятся в храмах. Каждому сейчас есть чем заниматься. Если люди оставляют свои дела или даже вместо отдыха устремляются в обители, то это значит, что реальная духовная сила привлекает людей там, где теплится искренняя вера и возжигается лампада молитвы. Вот почему так важно нам сегодня и увеличивать количество святых обителей, дабы все большее число людей, желающих войти в иноческое братство и сестричество, становились бы на этот путь. Но, может быть, самым главным делом для нас является дальнейшее духовное возрастание тех, кто уже собран в наших монастырях, тех, кто дал обеты, тех, кто посвятил свое служение Господу. И сегодня, находясь здесь, в этой святой обители, я хотел бы поблагодарить вас, Матушка, и всех насельниц обители за те духовные труды, которые вы несете, за подвиг вашей жизни, за благоустроение святой обители, которая становится краше от года к году. Радуюсь видеть много паломников. Обитель находится не вблизи крупных населенных пунктов, а это значит, что каждый из вас сегодня прибыл сюда, на это вечернее богослужение, сознательно преодолевая расстояние и связанные с этим трудности. Пусть Господь хранит всех вас, пусть дарует свою благодать, дарует силу, разумение, бороться с соблазнами со скверной жизнью, преодолевать грех, живущий в нас, преобразуя собственную жизнь и жизнь окружающего нас мира. И верим, что молитвами святых угодников Божиих, предстательством Царицы Небесной, Господь в ответ на молитву нашу и веру преклонит к нам свою милость. Аминь.